Берем новый ремкомплект фирмы INO 530-02-3830 В комплекте идет новый ремешок Новая помпа О, хорошо, что здесь идет новая резинка Сейчас мы ее заменим Также здесь идет новый уплотнитель Идут два новых болта на ролике Идут два новых ролика Натяжной Инструкции идут И обводной Меняем вот это уплотнение резиновое на трубке И устанавливаем на место помпу Берем помпу Одеваем ее Резиночку на трубе Я заменил И аккуратненько Заводим ее Берем нижний болт и наживляем Нижний болт наживил Теперь наживляем все шпильки Но показывать это неудобно Поэтому этот процесс я не покажу Одеваем Устанавливаем обводной ролик И затягиваем Ну а теперь одеваем ремень На ремень я метки перенес Теперь устанавливаем ролик Вот этим загнутым штифтом Он вставляется в паз И заводим его А потом уже Вставляем сюда шестигранник И поворачивая в эту сторону Мы его сведем Вот с этим Пазом вот так вот должен быть Немножко заводим его вперед А когда отпустим Он у нас встанет вот так вот Наживляем Надел ролик Ремешок установил по меткам Которые я сам для себя делал Сейчас натянем ролик Взведем Покажу Где стрелка у нас будет И уже после этого Можно будет Затянуть его И снизу покажу Где метку я там делал Все Все Взвел я ролик Вот его видно Вот так вот Стрелка у нас находится на метке Вот так находится Эксцентри Где шестигранник крутится Ролик я натянул Вот метка Которую я ставил Вот метка Которую я ставил Ну и здесь я метку ставил Но здесь она Не нужна Так как шкив все равно Крутится Но я ее все равно поставил И совместил Ремень сейчас у нас натянут Зазоры выбраны Теперь ставим крышку Вот эту нижнюю И ставим Штифт коленвала Немножко его подтягиваем Потом вытаскиваем штифты И уже подтягиваем его до конца Как это сделать Нигде не написано Я этого не увидел Ну как я полагаю Я сейчас его Предварительно чуть-чуть подтяну Потом вытащу штифт Фиксации коленвала Штифты с распредвала И туда где вставляю штифт коленвала Я ставлю отвертку Буду держать отверткой Маховик и закручу Ставим на место шкив И закручиваем его болтом Штифты у нас пока стоят на месте Вот я маленько его подтягиваю Маленько подтянул Но опять же не сильно Я его не затягиваю до конца Чтобы не погнуть штифт Я не знаю насколько он крепкий И насколько он предназначен на это Сейчас вытаскиваю оба верхних штифта Вот оба штифта вытащил И вытаскиваю нижний штифт Вот вытащил нижний штифт А теперь вместо этого штифта Я вставлю туда Либо сверло на 9 Либо еще что-нибудь Но я отвертку подберу Вот металлическая полностью Отвертка Нахожу Отверстие в маховике Вот нашел его И затягиваю Вытащил отвертку Теперь пробуем Проворачиваем Четыре раза коленвал Вставляем штифт в коленвал Мемешки Эстин Проворачиваем Четыреair Все, вот штифт у нас в коленвале стоит и вставляем штифты в распредвал. Так, этот штифт встал, этот штифт встал, это говорит о том, что у нас метки остались на месте, вот только так, так что кто будет интересоваться как открутить шкив, выставляем по меткам, потом вытаскиваем внизу штифт коленвала, вставляем туда отвертку и откручиваем шкив. Другого способа я не узнал, информации у меня не было. Ладно, все у нас стоит, вытаскиваем штифты, ремень у нас натянут, ролик у нас, сейчас проверим. Ролик у нас взведен, в нормальном положении стоит, все затянуто, опускаем, то есть опускаем, поднимаем автомобиль, вытаскиваем штифт коленвала и ставим верхнюю крышку. Потом накидываем подушку на место, устанавливаем на место крышку, я эту трубку уже защелкнула, придется расщелкнуть. и закручиваем. Крышку затянул, теперь накидываем приводной ремень на место. ремень я установил, вот если его видно, вот такая схема его расположения. Он идет с гидроусилителя на обводной ролик, с обводного ролика он поднимается на генератор, с генератора опускается на кондиционер, с кондиционера на коленвал и с коленвалом на натяжной ролик. Натяжной ролик поднимается вверх, он вверх поднимается, вниз натягивает. Поставили и убедились, что все ручейки стоят на месте. Теперь устанавливаем на место подушку. вверх поднимание и вверх поднимаем зуб, измельчинящих размеров. и сломанное, кипятство, вверх поднимаем зубы и зубы. все ручейки и зубы. Вверх поднимем кипятство и топлива. все все крепления на подушке я наживил теперь протягиваю их все крепления подушки я протянул но как я показывал подушка оторвана поэтому будем ее менять и саму подушку и вот эту гитарку или косточка как ее называют по-разному теперь заливаем антифриз антифриз мы будем заливать зеленый агу номер ее ага 049 z заливаем антифриз залил трубочку пробочку пока не закрывая еще придется доливать теперь из системы нам надо стравить воздух вот вот здесь колпачок сейчас его выкручиваем и стравливаем воздух из системы пробую заводить все автомобиль у нас завелся работает холодный сейчас прогреется выставляем уровень антифриза и на этом все замену ремня грм и помпы мы закончили всего вам доброго